друзья привет привет мы очень рады что вы сегодня с нами на канале есть как есть и мы сегодня решили поговорить на тему которая сегодня самая злободневная такая тема что вышел законопроект о том что теперь кадастровая и оценочная стоимость квартиры для получения внж должна быть 200 тысяч долларов это ужас и кошмар все так говорят но давайте немножко в этом разберемся возможно это и для кого-то это ужас и кошмар для для многих для многих скажем так те инвесторы которые вложились например или люди у которых много квартир им сейчас трудно потому что действительно сейчас про с арендой там законы меняются с покупкой но в общем для тех кто имеет много квартир для них проблема и те кто хотят внж купить квартиру и жить здесь на постоянной основе для них тоже эта проблема потому что 200 тысяч это в общем-то большая сумма это довольно таки даже за 200 тысяч я не знаю вот у нас стали не можно купить очень хорошую квартиру очень хорошая цены европейские но 200 тысяч это оценочная кадастровая то есть значит сам объект должен быть гораздо больше то есть никто не оценивает но вот у меня кстати еще вопрос такой возникает наверняка у вас тоже возник такой вопрос что но допустим если квартира стоит однокомнатно но один плюс один допустим она стоит ну 120 тысяч там 130 тысяч евро она автоматически станет уже стоит 200 то есть поднимутся цены на квартиры или тогда ее можно будет если они опустятся то может быть она станет стоить 90 но тогда как тогда оценить ее в 200 тысяч кадастровой стоимостью чтобы получить в нж вот это конечно же маразм это закон это еще не закон это еще законопроект так что можно пока что еще выдохнуть и расслабиться нет я думаю что это уже в общем то выдохнуть и расслабиться и не получится он придет конечно уже но он еще сырой я думаю что он будет дорабатываться потому что вот такие нюансы выплывают очень часто и очень много будет вопросов у людей что неужели же надо покупать только огромные квартиры которые стоят там 300 400 тысяч долларов и оформлять их уже как 200 и платить 200 тысяч налоги конечно это все принято принимается турецким государством для того чтобы избежать обмана в оплате налогов естественно это первое это первое а второе я думаю что таким образом турецкое государство пытается оградить себя от еще большего наплыва беженцев потому что людей все прибывает и прибывает это нормально что страна ну не хочет чтобы у нее было так много беженцев и она ставит какой-то порог ценовой да чтобы сюда не приезжали бедные люди чтобы если уже едут если уже прямо вот едут да и те которые хотят жить то приезжают богатые но с одной стороны как бы если рассуждать это с позиции государства то они все делают правильно да и все вот хают и говорят что вот турецкое государство так вот поступает так некрасиво там вот то есть оно понятно но просто сейчас во всем мире непонятно что происходит и поэтому естественно что все рвутся сюда и турецкое государство пытается как-то это ограничить конечно тут уже красиво некрасиво уже ну не подходит то есть ну под это могут попасть и многие конечно у нас тоже вот у нас куплена здесь недвижимость мы тоже можем попасть под то что не получим непродлятным внж кстати мы скоро будем подаваться вот ну как тут как говорится лес рубят щепки летят тут ничего не поделаешь но уже как повезет мы уже в общем-то на эту тему говорили что ну не получится не получится будем приезжать там три через три ну найдем варианты как здесь жить но полгода в году это тоже согласитесь очень даже неплохо жить в прекрасном климате особенно весна и осень тут шикарная просто погода чудесное море можно купаться загорать ну все прелести этой жизни почувствовать если вдруг не дадут но что плакать не будем найдем варианты вот ну в общем то мы хотели о чем сказать сейчас все говорят из каждого пылесоса там что вот теперь все теперь точно турция для нас все все плохо все ужасно 200 тысяч это конечно немыслимая сумма смотрите друзья для кого-то это большие проблемы а для кого-то мне кажется новые возможности возможно мы сейчас пытаемся с олегом подумать мы как неисправимые оптимисты решили посмотреть на эту проблему с другой стороны смотрите да приедет много людей кто купит возможно купят за 200 тысяч и получат вид на жительство но вы знаете как так сильно подожали квартиры что те люди которые сюда не планировали приезжать например и получать внж ведь сколько людей таких которые просто хотели иметь недвижимость недорогую чтобы приезжать сюда весной или осенью кто эти люди в основном пенсионеры пенсионерам не нужно находиться здесь в жару потому что здесь очень тяжело пенсионерам переживать эту жару скажем зимой тоже там новогодние праздники какие-то может быть люди не хотят но здесь не комфортно в общем то самое комфортное время здесь это получается сентябрь октябрь ноябрь и март апрель май вот эти три месяца и три месяца это самые вот эти комфортные месяцы когда хочется здесь находиться лето везде прекрасная то есть вот нам например мы уезжаем всегда на три месяца мы не хотим здесь быть июнь июля мы сейчас уезжали да у нас в возможности там конечно и заработать денег да и пережить эту жару переждать в общем и так и так лето что мы теряем и если не получаем внж мы единственное теряем что мы не находимся здесь январь февраль и март 3 вот этих 3 земных месяца мы должны находиться тогда в эстонии но но можем и побыть там то есть конечно было бы лучше если мы получили в нж но если не получим будет так и к чему мы вообще весь этот разговор ведем смотрите сейчас да никто не будет покупать квартиры 200 тысяч там катастрофа все они все плюнут на эту турцию и забудут про нее как про страшный сон а с другой стороны смотрите друзья но ведь если упадет недвижка недвижка начинала начало падать начала рынок проседает закрываются агентства и много агентств закрываются мы даже знаем агентства которые позакрывались большие агентства они тоже сократили свой штат и там если очень сильно сократили человек в штате сейчас осталось один или два там человека но буквально перенаправили кого-то на кипр кого-то в мерси но в общем но мы сейчас видим что вот проходишь мимо агентства закрыто там либо закрыто либо сидит один два человека все там нет никого и но мы сейчас так начали думать что хорошо дорогие квартиры за 200 тысяч понятно люди будут покупать для ванны для внж а что делать с этими квартирами которые понабрали люди например инвесторы у них их много вложены деньги например у кого вторичка очень много квартир сейчас же понимаете если сейчас выйдет закон с этой сдачей в аренду вот с этими проблемами то люди им невыгодно держать столько квартир им невыгодно будет возможно сдавать их в аренду да ну но это как мы все предполагаем мы же не говорим это и мы кстати не выдаем это за чистую монету мы просто об этом рассуждаем да это мысль может быть потому что турция кстати вот интересно я хотела сказать что например вот таиланд да ты приезжаешь таиланд вот как все называют таиланд ты помнишь как таиланд называют да страна улыбок а как бы ты назвал турцию турцию ребята как можете назвать тут например я бы назвал турцию это страна перемен вот потому что я бы тоже так назвала потому что страна турция она такая она здесь все время что-то меняется я не говорю даже про законы здесь меняется всегда и все ну здесь да был пустырь вырос дом был шикарный ресторан остались развали два месяца проходишь после цветущего ресторана где было полно посетителей кстати мы скоро такой покажем просто как будто там все в щепки и причем один мусор все ничего нету вот и здесь меняется все и всегда и поэтому люди которые здесь живут очень давно они очень к они к этому привыкли уже все это проходили было там шестнадцатом или семнадцатом году я не помню когда самолет сбили тогда все повально продавали квартиры прям за копейки все все продали кто мог и типа все надо бежать надо все продавать было паника прошло время прошло не так уж много лет и те люди которые в панике продали квартиры и отсюда уехали они потом очень сильно жалели об этом они кусали локти думали блин какие мы да лохи оказались продали квартиру за бесценок а теперь вот она стоит там допустим продали за 50 тысяч она теперь 200 ох поэтому и что касается сейчас ситуации этой у нас такие мысли возникают что вы знаете это возможно может быть даже шанс для тех людей для тех пенсионеров которым не нужно внж сейчас вот эти инвесторы которые понабрали квартир те люди у которых много квартир кто сдавали понимаете сейчас как бы получается и в аренду ты сдавать не можешь да или можешь но тебе это не выгодно и квартиру купить за большие деньги да вот только могут те кто кому нужен внж а что делать с этими дешевыми квартирами которые маленькие квартирки которые там сейчас за 120 за 130 продаются но возможно такое что вот эти все квартиры которые понабрали а набирают а в основном какие один плюс один в инвестиции либо чтобы продавать да много инвесторов и возможно вот этих квартир сейчас будет очень много продаваться и в конечном итоге их начнут скидывать цены и скидывать цены будут очень так неплохо но не не больше его цены не упадут больше смысле не станут меньше чем тот же инвестор приобрел эти квартиры он себе в убыток не будет я думаю что но ведь он приобрел понимаете он же приобрел их два года назад по совсем другим ценам ну конечно образом сейчас возможно вот я хочу сказать что именно построенные не те дома которые сейчас строятся или там которые сейчас же очень много замороженных строек очень важно а именно те которые только достроились вот сейчас много домов которые достроились и очень много квартир продается прям везде уже уже везде видно что там продаются там продается опять же вторички сейчас тоже очень много продается. Очень много, да. И, возможно, все эти квартиры будут падать в цене. И тут будет опять, возможно, новый такой виток, новая возможность, новый шанс купить квартиру именно для, как дачу. Как дачу, да. Мы говорим про квартиру, как дачу. То есть те люди, которые мечтали о даче у Теплого моря, они свою мечту похоронили. Но, может, еще не все потеряно. Может быть, это новый шанс, опять же, приобрести через какое-то время за нормальную цену нормальную квартиру. И большой выбор будет. Но, опять же, это наши мысли. Но беспредельно цены падать не будут. Что квартир много, и они будут падать, падать, и падать. Нет. Падать они, скорее всего, не будут. Они немножко упадут. Может быть. И, в общем-то, Лена правильно мыслит сейчас. Правильный ход педалей, как говорится, в правильную сторону. В какой-то момент наступит это окно, когда будет приемлемая цена, и в то же время будет огромный выбор квартир. Вот тогда можно будет, тогда вот именно у человека, который не очень богат, но который сможет себе позволить, это будет у него шанс выбрать хорошую квартиру для себя. Мне так кажется. И которому не важно ВНЖ. Да, которому не важно ВНЖ. Опять же, потом все поменяется. Турция меняется очень часто. Вот о чем мы говорим, что... Возможно, будет шанс купить квартиру, и через там, буквально, может быть, три года... Два-три года получить то же самое ВНЖ. Когда все обманется и успокоится, а будем называть все своими именами, войны рано или поздно заканчиваются. То есть наступит тишина, когда опять все будет востребовано. И опять начнут давать ВНЖ, и опять начнут эти законы немножко делать послабже, послабже все вот эти вот гайки раскручивать в обратную сторону. И тогда, может быть, уже человек подумает, во, а я был какой умный и купил в то время. Потому что когда самолет... Тогда же тоже... Турецкие военные сбили российский самолет, все помнят, да? Ну, будем называть, что военные сбили российские самолеты, а не какие-то события. Что нам тоже пишут, что вы не можете назвать войну войной. И, конечно же, война, она и называется войной. Вот. В то время, когда сбили самолет, была паника. И сейчас... И многие поддались этой панике. И сейчас, сейчас опять паника. Опять люди поддаются. Опять... Ой, 200 тысяч, что же делать, какой ужас, Турция, все, Турция кранты. Значит, мы теперь ничего себе позволить не можем. Вы знаете, тут еще как-то надо посмотреть. Тут двоякое такое. Как говорится, бабка наглая сказала. Двоякое. Может быть, да. В основном, в основном, конечно, люди попали. Те, кто сдают квартиры. Да. И инвесторы, конечно, попали, потому что планировалось, конечно, там, кто пять квартир набрал, планировалось обогатиться. Но скоробогатые не получились. То есть, что он, во-первых, получит хорошую прибыль. Другой человек думал, что он будет сдавать все эти квартиры и на эти деньги жить. Так и было раньше, как многие покупали. Покупали себе квартиры, покупали еще несколько квартир, которые сдавали, и в принципе, жили на эти деньги здесь. Сейчас, конечно, все это усложняется и усложняется. Усложняться это не будет беспредельно. Тоже какие-то пределы есть. Подумайте сами. Всему есть свой предел. Все в мире циклично. Все идет по графику. Если сейчас провал в чем-то, когда-то будет это подъем. Если подъем сейчас в чем-то, значит, через какое-то время там будет спад. Все в мире циклично. Все меняется. Все меняется. В общем, для тех, кто планировал, хотел приезжать сюда отдыхать, приезжать сюда весной и осенью, для них будет, я думаю, идеальное время сейчас для покупки. Не сейчас. Может быть, не сейчас. Главное этот момент поймать. Опять же, нужно следить очень внимательно за рынком. Нужно смотреть сейчас, что будет дальше. Как будут развиваться события. Потому что этого не знает никто. Мы тоже этого не знаем. Все, что угодно может быть. Мы просто сейчас рассуждаем вслух то, о чем мы думаем. Да, будет ли так или не так. То есть не надо наш сейчас разговор принимать как данность. Мы не утверждаем, что вот так оно или вот так. Будет так или так. Каждый решает для себя сам. Просто наши мысли, может быть, для кого-то из вас будут полезными. Потому что всегда же можно поддаться на панику, что все, крах, все, забудем про Турцию. Может быть, и не надо забывать. Может быть, надо как раз таки подумать. Да, может быть, сейчас как раз будет тот самый еще один шанс купить недорого хорошую квартиру в нормальном новом доме за нормальные деньги. Потому что инвесторы тоже разные. Кто-то будет держать эти квартиры. Кому-то не важно. Вот он купил, и пускай нехай стоят, да, типа, что с ними ничего не будет. А кто-то, понимаете, за квартиры же тоже все-таки какой-никакой, айдат надо платить. Вот ты имеешь там 10 квартир, да. 10 айдатов. Значит, за 10 айдатов ты должен, ну, хочешь, не хочешь, должен заплатить. А 10 айдатов, ну, грубо говоря, в среднем сейчас 50 евро айдат, да. 500 евро. 500 евро в инду положь каждый месяц. Ну, тоже не каждый, может быть, хочет. Вот. Поэтому вот, возможно... Мы тут с Олегом даже рассуждали. Вот если бы сейчас вот мы хотели продать квартиру или нет, или вот... А мы, кстати, не можем продать сейчас квартиру. Почему? Ну, потому что у нас сейчас есть ВНЖ, и, возможно, ну, не будем никаких утверждений давать, возможно, нам его продлять по этой недвижимости. Хотелось бы так, конечно, верить в это, и мы надеемся, конечно, на это. А если мы сейчас поменяем квартиру, то цена ее будет совершенно другая, будет новая ТАПУ, и по новому ТАПУ мы попадаем как раз под эти 200 тысяч. Так что вот тут тоже простые люди тоже попали, не только инвесторы, не только застройщики, но и такие простые люди, как мы, они тоже попали, что мы сейчас привязаны, в принципе, к своей квартире. Мы ее не можем поменять. Да. Если бы даже мы хотели купить просто квартиру побольше, да, все равно мы должны были бы и купить дорогую квартиру. Да. И тогда только. И то. Вот тут, кстати, еще такой вопрос. Откроют ли район, те, кто будет покупать дорогую недвижимость, то есть по 200 тысяч. Вот мне кажется, что сделают так, что 200 тысяч, и все районы будут открыты. Вот кто знает. Вот мне так кажется, не знаю, есть ли у кого-то такая информация, кто, может быть, связан с риэлторами, или... Я думаю, что это пока никто не знает. Откроют, не откроют. Трудно сказать. Но если кто-то знает, или кто-то догадывается, то высказывайте свои мысли, пишите в комментариях. Очень важно. И, кстати, очень важно, потому что вот мы сейчас говорим, то, что мы говорим, это только верхушка айсберга. Все основное, основные мысли, основные... Все основное, все в комментариях. Когда люди пишут комментарии, но зачастую... Да, и тогда в споре вот эта истина и рождается. Потому что сейчас, вот мы сейчас это видео озвучили, сказали свои мысли. Возможно, те люди, кто инвесторы, те люди, кто более продвинутые во всем этом деле, тоже начнут писать комментарии. И, возможно, И, возможно, те, кто читает комментарии и пишет сам, они узнают гораздо больше, чем вы сейчас узнали с нашего видео. Да. Немножко, кстати, можем... Но это не совместно. Я еще хотела бы опросить других людей. По возможности, вот мы сейчас пойдем, мы собирались пойти погулять, и, возможно, мы если встретим людей и у кого-то спросим их мнение, может быть, кто-то нам скажет вот их личное мнение, как они считают. Подешевеют квартиры, не подешевеют? Вообще, что думают другие люди об этом? Не только мы. Да, зададим... Зададим несколько вопросов прохожим и непрохожим и знакомым своим. Может быть, когда кого-то встретим. Но я еще... Так что не переключайтесь, возможно, все интересное еще впереди. Друзья, мы сейчас находимся в кафе в Иракске с нашими друзьями. Это Люба и Кирилл. Привет. Здравствуйте. Мы хотим им задать пару вопросов по поводу того, что вот сейчас квартиры, минимальная стоимость квартиры должна быть 200 тысяч, и тогда можно будет получить... Для получения ВНЖ. И вот мы хотим у них спросить, как вот они думают, что дальше будет с недвижимостью? Как, по вашему мнению, подорожают квартиры, подешевеют? Что вообще вот дальше ожидать можно? Как вы думаете? Мы говорим все так, как между собой говорили? Все правда. Конечно, все правда. У нас только правда. Ну, в общем, в принципе, конечно же, это был такой первичный шок, когда вы это услышали. Но если так начать рассуждать, то это такая очень быстрая попытка урегулировать рынок, который, в общем-то, на данный момент, с учетом последних событий, последних лет, находится в состоянии некоторого хаоса. Вот, понятно, что сейчас пока будут, как говорится, перелететь во все стороны и все такое, но я думаю, что в конечном результате все-таки все устаканится. Надо просто подождать. Вот, на данный момент уже происходят какие-то перемены, вот уже от первичной информации. На сегодняшний день уже появилась какая-то новая информация, что, я так понимаю, не надо брать 100% согласия всех жильцов, дома. Это уже, как бы, первая такая момента. Это по поводу аренды, да? Да, это по поводу аренды, да. Вот. Ну, это все, как бы, в принципе, один пакет, так или иначе, да? Это урегулирование рынка. Вот. По поводу всего остального, даже если будут эти 200 тысяч, ну, значит, чисто логически кажется, что действительно должны открыть тогда дополнительные районы. Дополнительно должны открыть районы, чтобы собирать. Это так кажется, да? По логике. чтобы собирать и оттуда тогда этот налог, да? Потому что этот район популярен. Возможно, так. Возможно. не, безусловно, это шоковая, конечно, новость для многих, кто здесь планировал жить, жил. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что это шаг к урегулированию действительно раздутого рынка. А вот как вы думаете, вот хорошо, а дешевые квартиры? Ведь не все же квартиры стоят 200 тысяч. Есть квартиры один плюс один в небольших, там, сетей, без инфраструктуры, или в старых домах, или в Торичка. Вот как она? Как вы думаете, будет падать? Или все-таки та, которая тем, в общем, для тех людей, кому не нужно ВНЖ, но нужна, например, дача у моря, будет ли шанс у них, что квартиры все-таки упадут в цене вот именно те, которые не под ВНЖ? Нет, квартиры уже, как мы видим даже по нашим чатам каким-то, то есть мы видим, что стоимость квартир на данный момент начала снижаться. То, что мы покупали летом, этот порог уже снизился, снизился, мы не будем говорить, насколько, но, в принципе, на достаточно значительную сумму равноценная квартира, той, которую купили мы, стоит уже значительно, сейчас пытаются ее продать значительно дешевле. Возможно, это тоже, такие, скажем, панические метания, это тоже не исключено. Во время вот этих панических метаний, наверное, можно взять хорошие варианты. Но сначала, я думаю, будет достаточно сильно вниз, а потом все-таки как-то... Потом это все должно выровняться, потому что проходили уже не только в этой стране, а и в других странах, Испания, Латвия, вот то, что мы видим. Да, будут, так сказать, бои, будет борьба. Да, но я думаю, что в конце концов все будет нормально. А по дешевым, я думаю, что ничего особо не... Дешево не будет точно, потому что действительно, ну и стройматериал, и все такое. То есть в двух словах рынок просядет, и... А потом... А потом опять регулируется. Но стройка займет это время и неизвестно, когда там год, полтора, два. Ну, я думаю, что год... Я... Ну, мы говорим, опять-таки, про себя, что для себя мы решили пока год точно не дергаться и смотреть, как рынок для себя вести. Спасибо, ребята, большое. Вам спасибо. Ребята, привет. Привет. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. У меня Лидия. Откуда вы приехали? Мы из России, город Шляпинск. Да. А вы здесь живете или вы в гостинице, или у вас квартира здесь? Отели. Мы в отеле. В отеле. В отеле. Отдыхаем. Уже не первый год. Стараемся каждый год приезжать в Турцию и отдыхать. Нам нравится климат здесь, и когда-то, в прошлом году, мы хотели здесь купить квартиру. А почему не купили? А не успели? Резко возросли цены, причем буквально в разы даже получилось, что мы не успели купить. Мы не были готовы. В финансовом плане. Мы в мае в прошлом году были, была цена, допустим, 75 тысяч 1 плюс 1, а приехали в октябре, она уже в два раза выше. То есть это было, шоком для нас это было. А сейчас что вы думаете по поводу новых законов, по поводу ВНЖ, по поводу всего? Вообще у вас мысли какие-то еще остались, чтобы купить квартиру? Или вы все-таки уже полностью отказались от этой мысли? Ну, мечта сохраняется, она есть. Но все-таки я думаю, как что вот такие фильтры поставлены государством турецким, думаю, все-таки будет какое-то падение, проседание рынка. И возможно в этот момент мы что-то подумаем приобрести. То есть ВНЖ вас не волнует? ВНЖ тоже волнует. Тоже волнует? Да, ну как же. То есть если вы бы покупали, вы хотели бы здесь жить постоянно? Ну, скорее всего нет. Скорее всего нет. А там не помешает? Локация у нас поменялась из-за шума. Я хотела задать еще такой вопрос. Вы еще рассматриваете покупку или вы же полностью отказались от этой идеи покупать квартиру в Турции? Что могу сказать? Конечно, нам нравится Турция, нравится здесь климат, нравится море, нравится продукты, фрукты. И поэтому мы бы хотели рассмотреть как вот дачу, как какую-то зимовку. Поэтому мы бы с удовольствием приобрели квартиру, но когда, надеемся, все-таки цены упадут. То есть вы будете ждать, когда просядут немножко цены? Да, хотелось бы. Да, да, хотелось бы поймать такой. Когда проседание рынка будет, приобрести квартиру. Вообще, конечно, Турция, ну я считаю, что райский здесь уголок такой, потому что и море, и солнце, и достаточно спокойная страна, по крайней мере, на данный момент, да? И вот самое привлекательное, конечно, было это два года назад, к сожалению. Но даже год назад. Кто знает, кто знает. Да, и никто же не знает, как все сложится. Но мы загадали себе. Мы хотим. Загадали. И какой город вы хотите именование? Махмудлар. 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 Махмудлар, да. Мне, кстати, оба нравятся районы. Надо смотреть. У нас там очень хорошие пляжи. А, Канаклы, это до Аланьи же, да? Вот, тоже мы проезжали, просто посмотрели, как бы, место, то, что такое приятное. Тоже вам нравится, да? Ну, мы проезжали, просто проездом, и инфраструктуру посмотрели. А так, конечно, вот Махмудлар, благодаря блогерам, вам, мы просто полюбили Махмудлар, вот, честно. Мне очень нравится. Ну, будем надеяться, что все у вас получится, что все-таки вы найдете это окошко, когда сможете приобрести недвижимость. Будем надеяться. А сейчас вам хорошего отдыха. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я хотел еще, как бы, ну, это нельзя назвать советом, потому что здесь советовать не то, чтобы нежелательно, а, в общем-то, нельзя, потому что у каждого своя голова. Просто я скажу, выскажу, мы выскажем сейчас свои мысли о том, если кто-то вдруг хочет купить квартиру или планирует купить квартиру, или вообще есть у кого-то мысли в этом направлении, какие сейчас искать для себя квартиры. То есть, сейчас очень много, вот, вы думаете, например, вторичка или первичка, то есть, новый дом. Как бы мы сейчас поступили? То есть, сейчас очень много брошенных строек, замороженных. Нам уже несколько подписчиков и звонят, и рассказывают, что вложили деньги, а стройки заморожены. А стройки заморожены. Но это записи. И люди, ну, не знают, что делать, потому что деньги не возвращают по каким-то причинам, я не знаю, мы не уточняли это. Но я бы сейчас ни в коем случае бы не вкладывалась в стройку, которая только начинается, потому что неизвестно. Даже в скелет уже, но в половину построенного дома, вот у нас сейчас женщина одна на WhatsApp делала свои сообщения, то есть, ну, голосовые, что у нее брошена стройка, брошена уже давно, больше, чем полугода. Ничего не делается, дом должен был сдаться. Агентство, которое продало ей квартиру, исчезло, потому что оно закрылось. С застройщиком у нее связи нет, или он не отвечает. То есть, как бы, у нее полный вакуум. А человек пожилой, понимаете, она здесь не живет, она в шоке просто. Помогите мне, а чем мы можем помочь? Мы даже не знаем, ну, мы даже не стали выяснять, какое это агентство, потому что мы все равно не можем ей ничем помочь. Мы эту стройку никак не запустим. кто-то гоняет-то. Поэтому, в общем-то, если и будет вот это окно, будут эти возможности, упадут цены, то нужно покупать все-таки жилье. Вот что видите, то и покупаете. Вот что вижу, то возьму. Да, потому что... Здесь в Турции есть такое, когда вам начинают рассказывать, например, риэлторы, вот скоро привезут генератор, запустят бассейн, нальют сюда воду, баня вот сегодня не работает, потому что она, там что-то у нее сломано, но скоро ее починят, лифт не работает, потому что еще что-то. То есть, все, что здесь не работает, оно, скорее всего, и не будет работать. Здесь такое, что вижу... Но сейчас это не важно. Важно, чтобы дом был готов. Да, важно, чтобы дом был готов. Вот это основное. То есть, чтобы вы видели, вот он дом, вот она квартира. Не важно, это первичка или вторичка, это вообще не важно. Это не важно. Важно, что... Вижу, нравится, беру. Еще очень важно, еще очень важно правильность выбора агентства или того человека, который проверит все документы, потому что есть случаи, когда продают квартиру дважды, а то и трижды. Опять же, нам сказали один человек, который купил квартиры, он инвестор, он купил несколько квартир в Мерсине и здесь, в Алане. Он просто посоветовался, да, у него случился такой случай, не знаю, мы с ним не говорили, вернее, мы с ним поговорили, но он сказал, сейчас я ничего рассказывать не буду, потому как, боюсь сглазить и боюсь того, вообще, говорит, если это дело закончится, я могу все рассказать. Сейчас пока что такая ситуация, что он вложился, купил квартиру, а застройщик, сам застройщик, эту квартиру перепродал еще раз. И сейчас такая ситуация, у этой квартиры два владельца, и он, я говорю, а как ты будешь эту ситуацию разрешать? Он говорит, ну, я подал в суд, другого варианта не вижу. Ну, вы представляете, да? То есть, если второй... Он говорит, я не сплю уже... Ну, он говорит, по два часа в сутки сплю, он такой уже прям... Человек просто... Говорит, потерял сон, аппетит, все время думаю об этом, голова вот такая... Ну, он обещал нам все это рассказать на камеру, но потом, когда все это дело разрешится, и мы все это обязательно снимем и расскажем, но просто вас хотим предупредить... Что обязательно нужно проверять эти все документы, что... Да, то есть, даже если дом построен, даже если он стоит, даже если вы зашли в квартиру, вы должны убедиться, что у этой квартиры нету покупателя, того человека, который ее уже купил. То есть, тут надо тоже очень быть внимательными. Ну, да, там уже кто наймет лучшего адвоката, кто подаст в суд, может быть, второй человек... Да зачем это вообще нужно? Да, суды здесь длятся годами. Надеюсь, что, может быть, кому-то это видео будет полезным, тогда ставьте лайкосы и подписывайтесь, а если не полезным, ну, что, дизлайки, наверное, мы заработали. А вообще пишите комментарии, потому что сейчас вот такая ситуация, что хотелось бы все-таки знать. И, ну, не то что знать, а хотя бы предположить, что будет дальше, да? Друзья, мы вам хотим пожелать не падать духом, иметь холодную голову в принятии решений и вообще хорошего настроения. Да. И пока-пока. Пока. Пока.